Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня четверг и вместе с вами, традиционно, это утро, встречаем мы, Алексея Шевченко и Евгения Монакова. Доброе утро, дорогие наши! Так приятно осознавать, что нас смотрит вся Амурская область, а мы сейчас, благодаря очередной новости, попробуем пройтись изрядно по ее географии. Да, абсолютно верно. Амурские муниципалитеты реализовали 200 проектов по программе инициативного бюджетирования. В этом году было поддержано аж 270 местных инициатив, и на их реализацию из областного бюджета было выделено 374 миллиона рублей. Так самое главное, что же было в рамках этого инициативного бюджетирования сделано. А сделано было много. Ну вот смотри, в селах Борисполь и Поруновка Серышевского района отремонтировали учреждения культуры. В селе Придорожное Тамбовского района обустроили площадь возле Дома культуры, а в поселке Марьевой Тындинского района благоустроили общественную зону. Еще в поселке Магод Тындинского району спортивную площадку сделали. Вот так мы прошлись по селу Амурской области. Помахали вам всем, передали огромный привет. Молодцы, что вы такие инициативные и придумываете хорошие проекты для своей малой родины. Ну что ж, а сейчас мы перейдем к анонсу, и вы узнаете, что интересного еще будет в этой программе. Что такое маскоты, для чего используют правила пяти повторений? Ответ на эти вопросы узнаете из рубрики «Громотей». Каким был сегодняшний день в истории, расскажем в одноименной рубрике и вспомним события, которые произошли в Преамуре 28 октября. Продолжаем совершенствовать и гастрономические знания, научим вас, как быстро почистить отварной картофель и испечь блины с картофелем. Конечно же, будет и звездный прогноз. Оказывается, все поездки на отдых нужно планировать по гороскопу. По крайней мере, так считают астрологи. О том, какие страны подходят разным знаком зодиака, мы выясним во второй части программы. А вот что помогло амурскому спортсмену Андрею Елену победить на соревнованиях по смешанным единоборствам в Владивостоке, мы тоже узнаем. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся. 10 минут самых актуальных новостей в эфире Амурского областного телевидения. Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Это наше утро в эфире Амурского областного телевидения. И хорошего дня всем, кто уже собирается бежать на работу. Хотя сейчас мы начнем самую интересную часть нашей программы. Да, сейчас любимая многими рубрика «День в истории». И радует то, что сегодняшний праздник очень приятный. Международный день анимации. Очень хорошо. Вообще, Международный день анимации стали праздновать 110 лет назад. Ну, фактически могли бы начать праздновать, если честно, если бы они тогда задумывались об этом. Вообще, в этот знаменательный день в Париже один художник-изобретатель, которого зовут Эмиль Рейно, созвал зрителей на новое, доселе невиданное представление. Оптический театр. Так назвал его талантливый изобретатель. И впервые продемонстрировал публике аппарат-проксиноскоп, который показывал вот эти движущиеся картинки. Ну, тогда, конечно, никто про мультики не думал, да? А сейчас вот это историческое событие дало нам целый праздник. Целую индустрию. Да. Да, а потом и праздник. Ну, по крайней мере, мы с дочкой всегда перед садиком успеваем пару мультиков посмотреть. Благо, сейчас с этим проблем нет. Еще один прекрасный праздник, который мы с удовольствием сегодня будем праздновать, это День бабушек и дедушек в России. В нашей стране стали очень много внимания обращать к делам семьи. Как вы знаете, совсем недавно был введен и впервые отпразднован День отцов. Теперь вот День бабушек и дедушек, который достойно продолжает череду семейных праздников. Поэтому сегодня обязательно возьмите что-нибудь сладенькое, вкусненькое, сходите к своим дедушкам и бабушкам и поздравьте их с праздником. А еще сегодня большой праздник как раз для тех, кто собирается на работу, кто сейчас уже на работе, может быть, находится. Потому что сегодня, в четвертый четверг октября, отмечается Всемирный день без бумаги. Вот представляешь, без бумаги, Леша, вот как без нее? Ну, я думаю, что мы бы могли справиться, но тогда бы у нас были какие-нибудь планшеты, наверное, это было бы немножечко все... Ну, бумага она такая, знаешь. Вообще отказаться сложно, на самом деле, от бумаги, особенно что касается документа оборота. Но на самом деле нужно к этому стремиться. Поэтому давайте сегодня сэкономим хотя бы несколько листиков. И откажемся от бумаги. Да, и откажемся от бумаги вовсе. Кроме того, мы не можем не упомянуть того, что в этот день была создана армейская авиация России. Это тоже очень важно. И нас не может не радовать, что сейчас время мирное. И наша авиация используется только для приятных мирных вещей, парады и тренировки. И пусть так будет всегда. Я надеюсь, что в рубрике «День в истории» мы продолжим эту мирную традицию. И там расскажем о тех знаменательных событиях, которые произошли в истории Преамурья. Творческий конкурс для девочек от 7 до 11 лет провели в ДК профсоюзов областной столицы. Школьницы пели, танцевали, рассказывали о себе посредством необычных представлений в костюмах персонажей из мультфильмов. На втором этапе конкурса дефилировали в нарядах, которые сами смастерили из игральных карт, одноразовой посуды, воздушных шариков и других материалов. В 2012-м жители Преамурья могли увидеть постановку «Лебединое озеро» в исполнении русского национального балета. На представление в филармонии распродали все билеты. Ранее шоу показывали зрителям во многих уголках планеты – от Тюмени и Кургана до Лондона и Нью-Йорка. Тур по России организовали в год памяти прославленных на весь мир балерин – Галины Улановой и Екатерины Максимовой. В Белогорске провели конкурс красоты для полных женщин. Участницы подготовили творческие номера. Кто-то пел украинские песни, кто-то исполнил танец со Стапом Бендером. Демонстрировали и фокусы. Состязались в номинациях «Леди очарования», «Леди контурность» и «Леди оригинальность». Всех конкурсанток наградили букетами, подарками и овациями. 89 тысяч мальков Сазана выпустили в Амур и его притоки. Мероприятие провели, чтобы компенсировать ущерб отхозяйственной деятельности рудников. Мальков везли из Хабаровска 12 часов. Специальное оборудование обогащало кислородом воду в емкостях для перевозки. Через год после выпуска популяция Сазана в реках увеличилась. Группа журналистов китайской газеты побывала в Преамурье. Они изучали культуру России для написания большой статьи для путешественников. Первым делом посетили театр кукол. Туристы приняли участие в интерактивном спектакле. Попробовали сыграть роль пчел и поуправлять тростевой куклой. Кроме театра, представители зарубежных СМИ побывали в БГПУ и Амурском госуниверситете. Наверняка, дорогие друзья, каждый из вас хотя бы раз в жизни, возможно, и несколько раз в день сталкивается со сложностью в произношении того или иного слова. Мы вот, например, с Алексеем сегодня даже кое-где ударение-то проставили, потому что далеко не всегда даже филологи знают, каким образом ставится ударение в том или ином слове, какое значение у слов. Потому что постоянно, Леша, они появляются. Вот они все время как грибы после дождя. Мало того, что они появляются, так еще и различные нормы меняются и все время нам пытаются сместить ударение то в одну сторону, то сначала нам говорят, что нужно правильно говорить, потом какие-то послабления. Но нас с Женей очень радует, что мы несем вам доброе, светлое и умное. И прямо сейчас рубрика «Громотеи», где вам расскажут, как правильно ставить ударение в различных сложных словах. Слово «маскот» заимствовано из южного французского диалекта. В Провансе и Гасконии так называли любой предмет, который приносит удачу. Переводится как «талисман», «амулет». Англичане называли маскотами кошку или собаку, которых держали на корабле. В случае аварии животных не спасали, ведь, согласно закону, если на борту никого не оставалось, корабль становился государственной собственностью. С появлением интернета, развитием рыночной экономики, слово «маскот» обрело другое значение. С 20 века маскот – это любой узнаваемый персонаж, олицетворяющий некий коллектив. Маскотом может быть животное, предмет или человек. Такие символы есть у спортивных клубов, соревнований, музыкальных групп, коммерческих предприятий, даже продуктов питания. Например, медвежонок Миша – маскот 22-х летних Олимпийских игр в Москве. Клоун – символ популярной сети ресторанов быстрого питания и так далее. Как правильно говорить – бармен или бармен? У слова английское происхождение – бармен, работник бара, буфетчик, стоящий у стойки. В русском языке значение не изменилось. Бармен – это владелец, управляющий баром или работник, продающий за стойкой напитки и закуски. Во многих современных словарях указано ударение на первый слог, как в английском языке. Однако в словаре трудностей русского языка розенталя указано ударение на второй слог. Таким образом, допустимы оба варианта произношения. Будьте грамотны! О том, какие страны подходят разным знаком зодиака, мы сейчас вкратце вам расскажем. Овнам, львам и стрельцам. Например, подойдут солнечные страны с достаточно теплым климатом, развлечениями и быстрым ритмом жизни. Близнецам, весам и водолеям комфортно находиться в стране, где много простора и открытое пространство. Тельцу, Деве и Козерогу эксперты советуют уделять больше внимания собственному комфорту и качеству отдыха. Вам должно понравиться в Швейцарии или Японии. Мечтали? Как же после такого? Кому-то собираться на работу, кому-то продолжать работу. Ну давайте посмотрим, что еще интересного звезды расскажут про каждый знак зодиака в отдельности. Смотрим гороскоп. Овны, у вас редко бывает плаксивое настроение, но сегодня осень возьмет вас за горло. Причем причин серьезных для уныния нет. Единственное, что угнетает – нехватка денежных средств. Тельцы, звезды предсказывают обсуждение глобальных вопросов в кругу семьи. Вы что-то задумали невероятно масштабное. Придется сесть за стол переговоров. Ну а результат этот превзойдет все ожидания. Близнецы, вы нацелитесь на что-то судьбоносное, но придется заниматься мелочью. Только не сваливайте свои проблемы на других людей. Вы сами упустили все, что вело к перспективам. Раки, вам придется руководить и строить даже тех, кто выше статуса. Главное, аккуратнее махать и дирижерской палочкой. Если увлечетесь, то не видать вам повышения и финансовой прибыли. Львы, сегодня вам представится возможность проявить себя в обществе. Закройте дверь в прошлое. Неудачи сами уйдут. А вот настоящее может подарить массу шансов стать богатым и счастливым. Девы, удивительно, но в этот день вы будете успевать везде. Активность повышенная, позитив на лице. Все это отразится на рабочем процессе. Перемены в бытовой сфере укрепят отношения с любимым человеком. Весы, вас ждет рутина и тина, что одно и то же. Ничего изменить не получится, ваше перспективное время утекло. Правда, в любовной сфере крутые перемены. Все закрутится, как в красивом романе. Скорпионы, звезды рекомендуют подойти к работе творчески. Даже если кто-то будет критиковать вас и наставлять на путь истинный, не слушайте. Вы должны в любой мелочи видеть красоту и вдохновение. Стрельцы. Не день, а ветряная мельница. Вам это мало понравится, но сражаться с обстоятельствами не стоит. В общении с людьми исключите упрямство. Оно вам абсолютно не идет. Вот коммуникабельность и опыт – вещи полезные. Козероги. Настроение у вас будет полностью зависеть от самочувствия близкого человека. Не играйте словами, будьте искренни. Это важно в любой ситуации. Держите себя в руках. Водолей. Великолепный и незабываемый день в вашей жизни. Наконец-то вы расправитесь с теми проблемами, которые тяготили весь месяц. Вы увидите свет в конце тоннеля. Финансовые дела тоже пойдут в гору. Рыбы. К вам в этот день могут отнестись с недоверием. И не нужно ломать голову. Почему и за что. Все случилось именно так, как вы себе представляли. Вот только свое поведение изменить не смогли. Поэтому и получили отпор. Дорогие друзья, мы снова чествуем амурских чемпионов. В этот раз у нас в гостях нашего утра Андрей Елин, чемпион России по кикбоксингу. Чемпион Дальнего Востока по кикбоксингу, итайскому боксу. В этот раз Андрей совершил еще один мужественный поступок. Победил целого мастера спорта международного класса. Но сейчас об этом подробнее расскажешь. Он сам добрый. Доброе утро. Ну, это действительно большая победа. Я, конечно, не знаток спорта. Но я понимаю, что такое мастер спорта международного класса. Это ничего себе. К тому же он, я так понимаю, не зря из Москвы летел. Хотя зря. Получается, что зря. Бой проходил по каким правилам? Бой проходил, называется это Комбат ПРО. Проще говоря, тайский бокс в перчатках для ММА тонких. Именно формат тайского бокса. Локти, колени. Но без борьбы. Без борьбы. Без борьбы. Ложился или нет? Или до конца провели и уже по очкам выяснили, кто победитель? Вообще победу одержал по очкам. В третьем раунде сделал нокдаун. Он упал. Но сначала хотели вроде врачи снять. У него была сечка. Крово течения большое. Потом вроде продолжили бой. В третьем раунде он упал на помост. Или как его на полу называть. И оставалась буквально минута. И тренер в углу кричал, ну не добивать его. Провести до конца с ним бой. Чтобы не снимали, да? То есть ему как техническим нокаутом, чтобы не засчитывали поражение. Ну во-первых, чтобы не полететь с этой эйфорией. И самому не пропустить удар. И с другой стороны, это грамотно в плане тренера, чтобы не нанести ему большой урон. Потому что перчатки сами тонкие. И так потом после боя врачи к нему приезжали и зашивали. И чтобы не нанести еще сильный урон, провел бой до конца. У тебя уже был опыт в участии в боях с таких перчатках? И на сколько процент сечек больше у них? Именно в этих перчатках в первый раз. В таких тонких байпоксер. Обычно такие в 10-12 омцы толстые. Ну а по сечкам, может быть, и там, и там. Как бы уже дело случая, как попадешь. То есть в любом случае это спорт жесткий? Вот это вот ощущение, когда у тебя фактически голый кулак. Тормозило первое время или нет, чтобы не вложиться полностью в удар? Ну, во-первых, то, что первый раз на таких перчатках дрался. Немного было некомфортно, неудобно. Если перчатки, когда большие, ты, допустим, если защиту брать в плане защиты, ты ручки поднял и в коробочку собрался в глухую. А тут ты так не позащищаешься. Тебе все равно прилетит удар, и пришлось чуть было неудобно. И не пропускал в таких перчатках, что сильно тренировки все равно так не прикладывали, как уже на соревнованиях. А уже когда один, два, три удара пропустил, понравилось. А неплохо, в принципе, да. Вот это спортсмены. Больно, но неприятно немножко. Уже вошел в эту колею в эйфорию, и, значит, продолжали дальше бой. Ну, раз Андрею дали приз за лучший бой, я полагаю, это действительно был лучший бой, потому что там профессионалы судили, правильно? Да, показались зрелища. Ну, зрителям, вот по моему мнению, на мнение большинства, нравится, когда все больше в стойке проходит. Из-за таких перчатках, там кровь, сечки, именно удары попадаете друг другу. Бывает в ММА, переведут в партер. Если какой-то борец, а второй ударник, и они провалялись, пролежали. Такой зрелищности нету, если... Ну, если да, если тягучая борьба, то есть, если один другой особо не показывает, что они просто валяются на полу, действительно, не очень интересно. Красота поединка на голову. А здесь мало того, что сошлись два ударника, причем, ну, Андрей, он очень жесткий такой боец, и, ну, знаю, по видео смотрел, соревнования видел, что такое достаточно бескомпромиссный. Какой был заряд от тренера на этот бой, какая установка была? В основном, заряд, установку импровизировали, был посмотреть первый раунд, как, что он будет делать, что он будет бить, оттуда уже отталкивались. Потом нащупали слабое место, это клинч и локти, что он уже, как бы, не сильно в них защищается, обладает. И установка уже была локтями, бить клинч, и также его измотали этим самым. Для меня вообще за 10 минут измотать, да, это действительно какой должен быть бой, какой интенсивности, чтобы вот так вот за 9 минут просто вот противника, конечно, уничтожить практически. Андрей, ну, я поздравляю еще раз с победой, хотя по мне так в наше время, конечно, любой поединок, мне кажется, любой выход, он всегда стоит дорогого. Сейчас не так много соревнований, да? Когда последние, кстати, были? Последние соревнования были полгода назад, чемпионат России весной. А для тебя это большие перерывы в выступлениях, вот именно в ринге? Ну, вообще полгода, как бы, да, большой перерыв. Что было за эти полгода? Тренировки. Тренировались, ездил на сборы, узнал, что когда-то случатся соревнования, настанут, и чтобы быть всегда в форме, потому что бывают предложения, могут поступить и за неделю. Буквально вот нужна замена на какой-нибудь профессиональный поединок, и чтобы всегда быть, ну, готовым, нужно тренироваться. То есть ты готов, в случае чего, на коротком уведомлении выйти на какое-то соревнование и выступить? Как питаются спортсмены? У нас все-таки утренняя передача. Давайте к завтраку обратимся. Я думаю, сейчас кто-то завтракает, а мы тут понимаем. А мы про кровь и про локти рассказываем. Да, это правда. Как питаются спортсмены? Какой рацион вообще у тебя? Насколько большой для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме вот так всегда? Ну, на своем примере я питаюсь очень беспорядочно. Очень много ем безумными количествами порций и разнообразную еду. Вредные, да. Ничего себе! А перед соревнованиями? Да, вот то, что проходят три тренировки в день-две, у меня вес и не растет. Потому что ты каждый день очень много сливаешь. Конечно, это бешеное количество энергии. По три-по пять килограмм. А вот по соревнованиям буквально три недели оставляю, уже килограмм семь, допустим, надо скинуть. Все это переходишь на правильное питание. Это не мучное, не сладкое, не жареное, не соленое. Вот просто простые правила. И кушаешь в любых количествах, в основном, овощи, фрукты, которые быстро перевариваются, малокалорийные. И из-за этого вес начинает падать. Да, соль уходит, воды нет, вода не задерживается, и, соответственно, аккуратненько, аккуратненько вес падает. А что после соревнований? А после соревнований? Да, происходит питание. После соревнований бывает плохо. Когда ты начинаешь наедаться, у тебя глаза закрываются. Еще там, если какой-нибудь шведский стол, как у нас было, там уже невозможно остановиться. То есть настолько сильно расходуется энергия, что просто вот метешь все подряд практически, да? Да, ну сильно, ты считай, скидывал вес, сам стресс от соревнований, и потом уже у тебя организм уже сам. Ты кушаешь и не наедаешься. Вот это да. Да, представь, 7 килограммов, ты потерял организм, и он такой говорит, а вот сейчас все, вы меня уже просто не остановите. Верните обратно. Так бы это с точки медицинского зрения плохо так скидывать, а потом сразу быстро набирать. Но в принципе, наверное, в спорте иначе никак, да? Нужно держать определенный вес к началу соревнований. Да, это безусловно должен четкий вес, прописан по контракту. Сейчас очень сложно спрашивать о планах, о грядущих соревнованиях. Но тем не менее хочется. Да, очень хочется. И вот такой момент, ты подрался в октагоне. Не появилась ли мысль, что может быть и в ММА есть смысл попробовать? Ну, меня не сильно привлекает спорт в ММА именно из-за борьбы. Потому что я привык к ударному виду спорта, всю жизнь им прозанимался. И если буду дальше продвигать такой не вид спорта, а формат боев на тонких перчатках, ударной техники, на мой взгляд, даже так же многих, он очень зрелищный, чем ММА само. Я вот, еще желание большое есть на таких перчатках драться, прогрессировать. Андрей, ну что ж, желаем всяческих побед. Знаю, что кроме этой медали есть еще много других. Пусть пополнит коллекцию. Ну и дальше медалей исключительно побед только и удачи. Спасибо большое. Ну а мы с темы спорта кровавого перейдем к такому простому дворовому спорту. Настольный теннис. Поговорим об этом. Первый уличный мини-турнир прошел в Благовещенске. Причем соревнования горожане смогли провести при участии и благодаря установке новых столов с антивандальным покрытием. Ну, давайте посмотрим подробнее. Сюжет Екатерины Талавай, он уже в эфире. Теннисный стол во дворе дома по «Зеленый 30» установили в середине октября. Опробовать его в деле пригласили молодежь. Между студентами, ближайших к этому адресу колледжей – медицинского и транспортного, решили провести соревнования. Хорошо, что появился он на улице. Конечно, если бы ветра не было, то было бы вообще замечательно и можно было бы интересно играть. Ну, как бы и так интересно. Я думаю, увлекательно будет, если даже, например, кто-то будет приходить здесь играть. Условия для занятий этим видом спорта во дворах, которые находятся в отдаленных районах города, придумали создать сами жители. Активисты написали проект и выиграли грант губернатора. Далее заказали 9 антивандальных теннисных столов. Они металлические с влагостойкой фанерой. Их установили на окраинах – в районе Лазурного берега, судоверфи, спичфабрики, мясокомбината, сплавной конторы, хлопкопредельные фабрики и здесь, на Тайване, по двум адресам – во дворе дома и в парке на Зеленой. Рядом находятся два колледжа – Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства и Медицинский колледж. Находится рядом школа, живут рядом детки. Этот стол здесь и в парковой зоне будут очень востребованы, потому что детей много. И для того, чтобы им прилагать свои силы куда-то в нужное русло, стараемся что-то делать. У нас вообще двор не пустой. У нас, сами видите, площадка такая, маленькие дети. В волейбол вообще постоянно играют здесь. Приходят посторонние, приходят, играют. Ну и здесь, думаем, будет. Просто здесь мы еще никак, ни ракеток у нас пока не было. Стол неделю стоит, не больше. Этот проект оценили не только те, кто живет по адресам установки столов, но и жители других отдаленных районов, таких как Черемушки, Первая городская больница и Астрахановка. Они тоже хотели бы получить в свои дворы такой спортивный инвентарь. Авторы пообещали, что будут иметь их в виду. В планах вновь подать заявку на грант в следующем году. Екатерина Талалай, Юрий Кантомиров, Амурское областное телевидение. Дорогие друзья, и снова наше утро, к сожалению, слишком быстро пролетело, но сегодня точно утро. Несмотря на то, что наверняка за вашими окнами пока что солнца еще даже не видно, утро точно есть и день будет прекрасным. Ну, у кого-то уже видно, знаешь, так что не нужно обобщать. Мы действительно рады тому, что у нас так много зрителей, что у нас такая большая и прекрасная Амурская область, и где бы вы ни жили, в каком бы уголке ни не были, знайте, что мы от всей души желаем вам хорошего дня и великолепного настроения на весь этот день. До скорой встречи в эфире. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!